Уважаемые присутствующие, всем добрый день. Пользуясь присутствием здесь журналистов, представителей средств массовой информации, хочу передать слова благодарности в адрес тех избирателей, которые по итогам состоявшихся выборов, многослойных выборов, поддержал Коммунистическую партию Российской Федерации и наших кандидатов. Особо хочу поблагодарить тех членов избирательных комиссий разного уровня, кто честно выполнял свои обязанности и сделал все для того, чтобы в России проходили чистые и честные выборы. В нынешнем виде российская избирательная система формируется вот уже почти 30 лет. И за эти почти 30 лет у Коммунистической партии Российской Федерации накопилось немало не только вопросов, но и конкретных, вполне задокументированных претензий к существующим выборам в нашей стране. Нам приходилось по итогам выборов разных периодов не признавать итоги голосования в тех регионах, где имели место факты массовых нарушений. Это касалось и Мариев, и Кемерово, и Ростовской области, и ряда других регионов. К сожалению, зоны массовых нарушений присутствовали и на этих выборах. Неравный доступ к средствам массовой информации. О том, как выглядел эфир центральных телеканалов, Евгений Иванович Калюшин в своем особом мнении наглядно продемонстрировал то, что преимущество отдавалось одной партии под названием «Единая Россия». Это совершенно очевидно. И чистоте и честности выборов это, конечно, не способствовало. Усеченный формат дебатов эта проблема качует из выборов к выборам, но в этой-то ситуации, когда коронавирус, когда эпидемия, когда ограничения, когда многие администраторы не давали возможность проводить встречи с избирателями под видом эпидемии, ну нужно же было как-то отрегулировать ситуацию с дебатами, нужно же было, чтобы они проходили в прайм-тайм, чтобы представители партии могли максимально широко изложить свою позицию. Увы, этого тоже не случилось. Чудеса эквилибристики при надомном голосовании. Когда включаешь тайминг, и оказывается, что на одного проголосовавшего была одна минута, кто занимался организацией выборов, и просто если у человека все в порядке с логикой, вам скажут, что это просто невозможно. При том же надомном голосовании. Массовое голосование, без заявлений, приход к избирателям, уговоры проголосовать, доказанные факты, увы. Все это старые так называемые нарушения, были на прошлых выборах, были и на этих. Теперь о новых претензиях. Во-первых, главная претензия, это, конечно, трехдневное голосование. И главное, это трехдневное голосование резко усиливает возможности административного ресурса, административного привода, потому что один из дней голосования совпадает с рабочим днем пятницей. Дистанционное электронное голосование, главная проблема этих выборов, хотя оно было пока не во всех регионах, но нас агитирует, что это хорошая история, и что надо это транслировать на последующие выборы. С этим категорически согласиться нельзя, невозможно. Российская Федерация не первая страна, которая подступалась, изучала возможности введения электронного голосования. Все, кто изучали всерьез, отказались. Германия на днях будет проводить выборы, пытались ввести электронное голосование, посчитали, посмотрели, посоветовались. Невозможно сохранить чистоту выборов при таком голосовании. Николай Иванович Булаев пытался решить сегодня нерешаемую задачу и доказать, что результаты КПРФ в электронном голосовании более худшие, чем в ручном голосовании, это какая-то закономерность. Я думаю, что такие вещи доказать в принципе невозможно, и не надо никому дальше пытаться этого делать. Хорошо, что Николай Иванович не пытался доказать адекватность результатов голосования по одномандатным избирательным округам в Москве, где вообще случились чудеса цифровые, когда по итогам ручного голосования у нас целая группа наших товарищей побеждала в одномандатном избирательных округах, а когда вбросили результаты электронного голосования, оказалось, что не побеждает ни один. А теперь посмотрим на цифры. Лобанов. 99% по результатам ручного подсчета и только менее 24% после того, как появились результаты электронного голосования. Парфенов, Денис, 34% в первом случае и меньше 20% во втором. Рашкин, 32% почти в первом случае и менее 18% во втором. Удальцова, больше 31% в одном случае, меньше 20% в другом. Обухов, 30% с лишним по итогам ручного голосования и менее 18% после того, как вбросили электронные данные. И, наконец, Гребенник, больше 31% по результатам ручного подсчета и после добавления электронных результатов в менее 19%. Ну, я думаю, что цифры просто наглядно за себя настолько говорят, что комментарии здесь не нужны. Как можно после этого верить в электронное голосование? Отдельный вопрос, почему результаты электронного голосования по Москве так долго не выдавались. Ведь агитаторы, которые призывают вводить электронную систему, рассказывают, что очень хорошо, это все убеждает нас в том, что результаты даются очень быстро. Где результаты по Москве? Быстро. И что происходило в то время, пока результаты не выдавались? На этой неделе были переговоры в Москве с руководством, с теми, кто занимался этим дистанционным электронным голосованием. Целая группа у нас участвовала, вернулись, доложили руководству партии о результатах и Афонина, Абухов и Волков. Нет убедительных аргументов. Я думаю, что если господин Венедиктов на встрече с нашими товарищами говорил то же, что он говорил сегодня здесь, то как он мог убедить? Как он мог убедить, если он ничего внятного не произносит? И более того, договорился до того, что голоса в Москве КПРФ дала электронная система, а не избиратели. Если голоса КПРФ и другим партиям в электронном дистанционном голосовании в Москве давали не избиратели, а электронная система, господин Венедиктов, то вы сейчас устроили здесь сеанс саморазоблачения. Чем больше популистских лозунгов звучит в защиту дистанционного электронного голосования, тем меньше доверия к этой системе. Это тоже нужно учитывать. Разговор про возможности или невозможности взлома этой системы – это вообще о другом. Не надо переводить разговор на эту тему. Не надо уводить от главного. Речь идет не о том, чтобы защитить электронную систему от внешних взломов. Речь идет о том, чтобы защитить ее от закладок. Это невозможно, это докажет любой пропагандист. О закладках идет речь, а не о взломах. Речь не про хакеров. Не про хакеров. Речь про разработчиков, про администраторов, про хозяев, про заказчиков. Вот о чем на самом деле идет речь. И, Александровне, особое спасибо за откровение. Вы сами все сказали, что админы, администраторы, айтишники не всегда могут на нормальном русском языке вообще объяснить, что они там делают. Ну, тогда научите их с помощью своих пропагандистов. Сегодня много людей выступало, вроде как общественники, а по-моему, просто пропагандисты. Они пропагандировали электронные голосования. Если все-таки вам удастся вместе с айтишниками и пропагандистами выйти на нормальные, внятные для российского общества объяснения, объясните избирателям это. Не здесь, в комфортных креслах кожаных, а завтра в 14 часов приходите на Пушкинскую площадь, где представители Компартии Российской Федерации со статусом депутатов будут проводить встречу с избирателями. И пусть они там объяснят, что это чистая, честная система, которая защищена от всяких разных неприятностей, и голоса не будут уворованы или как-то своеобразно подсчитаны. Вообще, нужно уметь поставить себя на место других. И тем, кто работает в Центральной избирательной комиссии, нужно уметь поставить себя и на место политических партий, кандидатов, и на место ваших же коллег, которые работают в участковых избирательных комиссиях. Смотрите, в России по законодательству есть, и вроде бы на практике тоже есть, партии и кандидаты, которые участвуют в избирательной кампании. И они по закону имеют возможность наблюдать, как наблюдатель может проконтролировать, находясь на участке, в соответствии с законом, результат электронного голосования, если это все проходит вне глаз наблюдателя. Как комиссия может проконтролировать участковые результаты электронного голосования? Коллега Бзеев сам сказал, я вот не понимаю в электронном голосовании. Так это 90% членов комиссии могут сказать, что они не понимают в электронном голосовании. А как они итоги подводят и протоколы потом подписывают? Если нет возможности наблюдать, если нет возможности считать, если нет возможности пересчитать, избиратель не может, если ему кажется, он видит, что на избирательной комиссии на участке проходят нарушения, он хотя бы теоретически может пытаться добиться пересчета от комиссии, если есть фактические бюллетени бумажные, как ты пересчитаешь результаты электронного голосования. Поэтому возможности наблюдать нет, возможности контролировать нет, возможности посчитать нет. Где вообще выборы? Либо вы не можете проверить частоту голосования дистанционного электронного, либо вы можете, но тогда исчезает тайна голосования. Это тоже аргумент против электронной системы. Мы хорошо понимаем, что сегодня, завтра, послезавтра по поводу дистанционного электронного голосования предстоит большая длительная дискуссия. Дискуссия политическая, законодательная, технологическая. Но дискуссии нужно вести корректно. И выигранная кем-то в Москве квартира за электронное голосование, господин Венедиктов, это никакого отношения к корректности дискуссии не имеет. И, Элла Александровна, цитирую вас дословно. КПРФ взяла в руки флаг запрета. Извините, но вообще-то как бы... Никогда такого не говорила. Вы просмотрите протокол сегодняшнего заседания, сегодняшнего здесь заседания, что КПРФ взяла в руки флаг запрета. Мы никакого флага в руки запрета не брали. КПРФ твердо в своих руках держит флаг защиты прав и интересов граждан, чистоты и честности выборов Российской Федерации. И будем на этом настаивать. Поэтому некоторые итоги. Первое. Результаты дистанционного голосования по Москве не признали и признавать не будем. Настаиваем на широком изучении дистанционного электронного голосования по всем параметрам. И законодательным, и технологическим, и остальным. Ну и в целом считаем необходимым, заработает новая Государственная Дума, создавать комиссию. И не только про дистанционное электронное голосование вести речь, а про все эти вопросы, нарушения предполагаемые или реальные, которые были, оценить со всех точек зрения. Ну и последнее. Цифрового избирателя быть не может. Избиратель или есть, или нет. Цифрового гражданина быть не может. Гражданин или есть, или нет. Цифровой конституции быть не может она или есть или нет, и цифрового государства быть не может она или есть или нет. Поэтому Компартия Российской Федерации будет защищать права граждан, а не цифровых граждан, избирателей, а не цифровых избирателей и политическое будущее России в целом от тех, кто пытается взломать нашу страну не только извне, но и изнутри. Продолжение следует...